У нас сегодня небольшая непогода случилась, а у меня заказы на Валберис торчат. Поэтому я решил быстренько сбегать, все забрать. У меня тут рядом с домом мы открыли Валберис, поэтому это плюс. Птички, 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 цветочки. Вон это исчезание ада на земле. Так, главное, чтобы нас сейчас не сбилили. Пищи, пищи, пищи. Здравствуйте. До свидания. Короче, я забрал свое шматье. Пойдем разбирать, посмотрим, что это такое. Ребятушки, я во время успел. Дождик начался. Без стакана водки ничего не разберешь. Что тут делать надо? Короче, поехали. Делалось. Как открыть это отверстие? Я не знаю, как она работает. И ничего не работает. Тут, наверное, акции. Все, кино не будет расходимся. Чтобы я еще раз согласился на эту авантюру, нет. Видите, как все прямо? Теперь вы смотрите на меня. Я весь в пыли, азбесте, бетоне и херпами. Че он вообще? Все просто. Я еще не закончил. Это пиздец. Я закончил. В целом-то, если так посудить, то получилось нормально. Но я столько сил потратил на все это. У меня плечи до сих пор не поднимаются. Я не знаю, как люди работают этим перфоратором дебильно. У меня еще в одном месте до конца дырка не просверлилась. Поэтому пришлось туда зафигачить короткий дюбель. Я надеюсь, что когда там белье повесится, ничего не упадет. Бабочка, ты гривишься? Бабочка моя. Ты кайфуешь, да? Ой, ухо. Я сегодня первый раз поработал ночью. Что я вам хочу сказать? Мне, в принципе, понравилось. Единственное, я закончил, наверное, в 4.40. Ну, практически в 5 часов утра. И... Ну, по ощущениям, я быстро уснул. Но я проснулся в полдесятого. Как-то непонятно мне, как я себя чувствую. Вроде и выспался. А вроде... Когда сидишь, все равно... Сон немножко клонит. Погода сегодня какая-то непонятная. Надо покушиться. Смотреть, что-нибудь сделать. Ведь я спать все равно хочу уже. Сегодня у нас с вами рубрика «Криворукий повар». Мы с вами будем готовить чиабатта. Ну, точнее, я буду готовить. Вы будете смотреть и угорать. Чиабатта я ни разу не готовил. Ну, в принципе, хлеб, наверное, в своей жизни я готовил. Ну, отсеял раза 3-4. И... Один раз у меня он получился хороший. Ну, прям вкусный, который можно было есть. Но мучился я с этим микрофоном. Я не знаю, как его присобачить. Я сегодня у этого гангста ставил. У меня вон это... Три дня носки. Пушняра. Распушилась немножко. Так, и так, что нам нужно для рецепта? Нам нужно 400 мл теплой воды. У меня дрожжи быстродействующие, поэтому будем брать их по крово-муке. Соль, сахар, в принципе, и все стандартно. Для начала мы сделаем небольшую закваску. Сделать вот это от баночки. Нужно примерно отлить одну четвертую часть. Это 100 мл, наверное. Перфект. Так, сюда нужно высыпать рожжи. Подсластить их. Немножечко посолить. Я буду использовать морскую соль. Просто потому, что она у меня есть. Немножечко подсолим. Так, она нам еще понадобится. Далее. Нам нужно... Просто добавляю муку сюда. Нужно посмотреть рецепт. Я добавил еще немножко муки, потому что я немножко переборщил с водой. Вот такая штука у нас должна получиться. Ее мы должны оставить на 15-20 минут. Немножечко отдохнуть. Я просто накрываю полотенцем. И все. Не ожидаем время. Сири поставив таймер на 20 минут. 20 минут, отсчет пошел. Если у вас активизировалась Сири, то я не виноват. Итак. Наша каша малыша немножко сбродила и стала похожа на пупырку. Доливаем воду. С воды. Я еще, наверное, добавлю соль. Потому что, мне кажется, я мало соли добавил. Садычки. И, наверное, все-таки еще добавлю сахар. О, она уже поднимается. Прикол. Здесь полкилограмма муки. Сейчас я ее просею прям туда и будем смешивать тестом. У меня есть вот такая вот штука, я не знаю. Короче, я ложкой. Все, конечно же. Все это теперь перемешать. Видите, какие там вот пузырьки. Короче, сказано, часто месить минимум минут 10. У кого-то есть комбайн с тестомесом. То вам очень сильно повезло. У меня руки уже отваливают. Я не знаю, уже минут 10, наверное, мешу это все. В итоге, я не знаю, правильно текстура или нет. Но я добавлял еще муки, потому что у меня был очень жидкий тесто. Мне сейчас, если честно кажется, что оно жидкое. Но я надеюсь, что мне просто кажется. Я думаю, все нормально. Теперь это нужно как-то собрать в центр. Чтобы оно хотя бы не так сильно расползалось. По краям. Да хотя один херун. Один херун все равно расползается. Ладно. Все, оставляем нашу жижу. На 23 сантиметра. Под обычным кухонным полоцентчиком. Все. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Ну так все, конечно, зашло все. Все равно. Снимаем это все и на полчасика оставляем. Я решил все-таки сгонять в магаз, пока у меня часто там поднимается. Все, на этом вся информация. Найдем в магаз. Чтобы не шокировать жителей моего города, моей прической, нестандартной. Я один кипарик. Который мне немножко мало. Все, я думаю, так надо подниматься. На самом деле на улице можно жить. На улице тепловый, ветер хороший. Невозможно, там все микрофоны задувать нужно. Домой зашел, как будто пивнул. Дрожжами такой нет. Ну, смотрите, тесто у нас поднялось еще. Поэтому сейчас пока раскладываю это все. Мы его прикроем и будем снова вымешивать. Все сейчас доделаю, все уберу и начнем делать чайбата. Я уже вам подготовил тут места для нашей чайбата, где оно там. Я тут не обращаюсь внимания, куда все это сладко держу. Вот какое у нас сейчас-то получилось. С пузыриками. Ой, о, 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 о. Так, теперь это нужно все присыпать. Хорошо, что мы покупаем. Ну, такое воздушное офигеть. Сделал такую штучу. Это когда мы будем в банку, я ее посыпал ногой. И сюда мы с вами будем кладывать наш чайбат. Чтобы ее у нас особо-то не распухали. Вот какой-нибудь чайбат. И даем еще минут 15-20 полежать. Чайбат у нас получились. Все, нужно ставить их в духовку. Я разыграл на 220 градусов. Потому что у меня духовка электрическая. И из задней панели пластиковая. Я боюсь, что они расплавятся. Поэтому на 210. И потом посмотрю. Поставил на верхний и нижний обдув на 15 минут. Также я еще замесил тесто для печенек с горецким орехом. Обычный час, классический я не буду. Ждем 15 минут. Пока у нас допекаются наши чайбаты с художниками. Я сделал себе салатик. Сейчас покушаю с драниками, попробую. Что получилось. В принципе, я там отламывал небольшой кусочек. Вроде как вкусно было. Даже полностью прожарено все было. С метаной. Что-то я западался. Сегодня. Близько кружусь у этой плиты. Даже не успел убраться. Даже неплохо, на самом деле. Первый раз они у меня вообще получились. Очень хрустящие. Мне кажется, я их просто не прожарю. Вот раздавь вкусно. Все, у меня приятного аппетита. Главное, если тоже кушайте. Сейчас покушаю. Пойду немножко полежу. Чабак уже покажу, пока там сейчас. Ребят, чабачины готовы. Я немножко их передержал. И они немножко подгорели. Но в целом это выглядит нормально. И я тоже готов полежать. Паска. Не прилиплет к органу. Хлеб с бумагой. В общем, вот такие чабаты у меня получились. Они мягенькие. Разрежу я их завтра. Когда буду кушать с ними. Они не очень толстые. Поэтому, я думаю, будет вкусно. Все, спасибо за просмотр. Все это за дерьма, которое никто не смотрит. Все равно. Поп-поп-поп. Поп-поп-поп-поп. Продолжение следует...